всем привет нас ожидают очень интересный период с конца июня по середину июля но сначала по скажем так традиции подведем итоги прошедших затмений так сказать в очередной раз и убедимся что древние были правы ведь выяснилось что именно в коридоре затмения в россии вскрытые до такой незаметной формы произошло резкий скачок заболеваемости к вида и теперь вся история возвращается все вокруг закрывают там и т.д. и т.п. и это еще раз подтверждает что затмение вот эта серия она была связана с нептуном да эти скрытые процессы вирусные заболевания и так далее теперь я точно знаю как посмотреть скажем так те энергии который будет нести то ли иная серия затмений ну а теперь возвращаемся к периоду который нас ожидает с конца июня поначалу но до середины июля и здесь надо отметить что этот скажем так достойное продолжение темы затмений то есть вот после коридора затмений у нас своего рода небольшая передышка а потом приходит невероятно жесткие энергии почему я так рассуждаю потому что у нас начиная 27 июня начинается квадрат между марсом и ураном урана но он продолжается между ураном и сатурном а еще сатурн делать точно оппозицию к марсу плюс к этому идет активизация пултона например через оппозицию к венере плюс к этому у нас с помощью кармических узлов задействована ось альдебаран антарес который многие называют осью катастроф но я бы хотел сказать немного другой стороне этой медали и это очень мощный энергетический поток любой любой вот из этих аспектов он сам по себе важен и это определенный вызов с точки зрения астрологии но и здесь они в коротком промежутке времени накладываются друг на друга и это по сути такой бешеная энергия если мы подключим еще ведическую астрологию то мы посмотрим что полноуни 24 числа придется на оси мо арда что считается видишь к культуре самой опасной из осей и получается у нас очень две жесткие недели ну там наверно чуть поболее и теперь нам надо разобраться что это все значит как с этим жить и как это скажем так повернуть свою сторону здесь очень простая ли горе вот это вот это все очень бешеной энергии особенно в совокупности и получается что если вы привыкли ездить на 60 километров в час то теперь у вас 210 и такой резкий горный поворот до такой на серпантине и вы должны понять сможете вы успеть сбавить скорость до нужной под правильным углом войдете в поворот машина ваша не подведет вас и так далее потому что в такой период будет ломаться все что может ломаться то есть там ломаться коротить и загораться взрываться обрушаться и так далее сверх аварийный период особенно в плане техногенных катастроф поэтому если вы работаете на кого-то производства сам опасно предельная аккуратность перестраховываетесь там следите за всем окружающим будите в общем-то за рулем тоже предельная внимательность ну я сейчас скажем так несколько рекомендаций первое из них не рискуйте муж то ось альдобаран антарис как раз про это про скажем так неоправданный риск это с одной стороны очень мощная энергия плюс мощнейшая такая сексуальная харизма эти люди могут выстреливать у кого есть это положение в наталье не могут быть очень яркий так далее но это считается осью самодурство то есть у людей иногда создается ощущение что они им можно больше чем остальным что вот тут они рискнут и у них получится в общем ощущение избранности какой-то дает и очень много промерчивых поступков которые приводят к очень неутешительным результатом считается такая ось самоуничтожения что человек сам себе враг в этой всей истории поэтому не рискуйте это плохое для этого времени поверьте мы такой же жителем планеты земля как остальных и не надо думать что вот там ему не повезло вас пронесет нет не пронесет далее здесь надо понять что это огромный поток энергии здесь время для своего рода рекордов например вы занимаете спортзале в среднем полтора часа теперь занимаетесь три пока этот период идет поверьте вы найдете для этого энергию и то же самое кинуть садами огородами увлечениями ставьте там собственные рекорды да там за раз выпалите все там выше идти столько сколько вы никогда не вышивали в общем есть у вас есть какое-то дело и она требовал очень много энергии это вот самое то время сделать это и у вас есть шанс просто это преодолеть это такой мощный трансформационный скачок мега пинок то же самое с работой это хорошее время для работы и честно говоря очень нехорошие для отдыха потому что она слишком такой нервный я бы так это назвал а вот для работы для авральные там безвывозный очень замечательный тем более ося анталь сельдобаран может давать быстрый скачок жизни поэтому самое время себя показать если есть такая возможность попробуйте проявить себя на максимум показать все самые свои хорошие качества и так далее далее тема самоконтроля очень важная снова таки вот если мы берем эту ось анталь сельдобаран она дает опроменчивость ощущение что вот можно это старайтесь заземляться плюс эмоции здесь мы отдельно сейчас немножко поговорим но эмоции в этот период могут зашкаливать поэтому не дайте себе поглотить постоянный покер-фейс чтобы вокруг не происходило вы так сказать отстранены вы смотрите на ситуацию из нее для этого много из практик да можно там работать с дыханием кому-то помогают молитвы кому-то какие-то психологические практики вспомните это все и всем рекомендую оберегивать этот момент носить это очень такая полезная штука именно в такие моменты с точки зрения астрологии потому что но очень много жестких энергий их надо как-то правильно трансформировать далее здоровье очень важная тема потому что 26 июня накануне но и это захват период на стационарный нептун а значит тема распространение вируса она будет на пике ничто и никто это мне остановит при таком нептуне и берегите себя потому что если вы заболеете вперед с конца июня дам по середины июля фактически любая болезнь может приобрести сразу острый форму да особенно особенно уделите внимание сердцу мужа снова таки антарис альдобаран он именно про это инфаркт и инсульт это очень важная штука но высокое давление и так далее здесь еще надо помнить что маршу соединится с венерой так далее там страсти и эмоции в общем берегите себя высыпаемся правильное питание зарядочка все как надо понимаете да можно там аврально работать и так далее но там про здоровый сон не при этом не забываем что здесь это реально очень такой момент скорее всего будет много внезапных смертей ну то есть вот вы знали человеком там все там было 30 чем-то до 20 инсульт инфаркт его нет там послезавтра поэтому здесь предельная аккуратность вот и хорошим наш соответственно если вы справитесь с этими энергиями такой скорости до каких-то целей вы можете добраться быстрее или сделать то что вы давно уже не могли сделать не могли себя преодолеть на таких энергиях можно преодолевать всевозможные застои в собственной жизни но есть еще тема отношений вот здесь она очень непростая потому что топ полноуния вот эта позиция венера плутон уже не очень здорово для отношений потом у нас венера соединяется с марсом и где соединяется в знаке льва вот в знаке льва что марш что венера это любовь такой драми в жизни кинзы переживанием каким-то страстям а уж когда они там вместе таких аспектах это все это вы просто мексиканские телесериалы начнутся понимаете все вот эти внутренние недовольство партнером начнут выходить наружу очень многие отношения пройдут серьезные испытания какие-то конечно не пройдут здесь конечно прежде всего призыв женщина потому что 70 процентов разводов россии идет по инициативе женщин и вот справиться с этой ситуации бум будет зависеть количество разводов россии вот за этот период а я думаю там будет такой существенный скачок но далее ну вот если обобщая выполнена что период он такой ну очень очень непростой наверное один из самых таких ярких в 2021 году и бурлящих и каждому желаю удачно пройти этот поворот и возможно приблизиться на таких скоростях каким-то своим целям всем удачи ты так все знаешь о боксе так что лишнего я говорить сейчас листам чтобы его побить нужна скорость скорости у тебя нет и ноги уже никудышные значит беготнёй его не возьмешь у тебя шейный артрит и солевые отложения в суставах значит клинч тоже не выход дельные вещи говорит так что мы будем делать ставку на твою добрую белую ломовую мощь грубую силу тяжелые чугунные отбойные удары надо бить так чтобы его предки содрогались каждый раз когда ты ему отвечаешь он должен чувствовать что поцеловался с поездом да начнем наращивать силу мускулов и и Субтитры создавал DimaTorzok